Девушки отдыхают Днями никогда еще не просыпался днем Что же такого сделать? Ну, конечно, сначала надо умыться А что, если дать ему листочек? Здорово! Ой, да наш Днями проколодался Где бы ему раздобыть что-нибудь вкусненькое? Мама Бобриха спросила Днями Милый, не хочешь ли подкрепиться хрустящими ивовыми веточками? Но Днями не захотел грызть веточки Он сказал Нет, мам, мне надоело каждый день кушать одно и то же Хочу узнать, что у других зверей на завтрак Мама Бобриха решила, что это отличная идея Она предложила Днями отправиться в путь после заката Но Днями стоял на своем Они должны немедленно пойти и узнать Что едят другие зверята Я пойду прямо сейчас Сегодня веточки? Это не еда для Бобрят Воскликнул Днями и прыгнул в воду Воскликнул Днями и прыгнул Попа! Ооо! Хе-хе-й! В пруду цапля поймала рыбку и дала ее няме на пруду. Но малыш не захотел кушать такую красивую маленькую рыбку. Вместо этого он с ней подружился. Пока, рыбка! Друзья, это ну никак не еда для бобрят! Сказал нямик и отпустил рыбку на свободу. Ооо! Субтитры добавил DimaTorzok Мама-мыш и ее мышата Предложили няме попробовать их любимое блюдо Вкусные зернышки! Няме съел все до крошки, Но нисколько не насытился. Да уж! Горстка зернышек! Это совсем мало еды для бобрят! Вздохнул няме. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Э-э-эй! Э-э-эй! Медведь оказался очень большим Нями изо всех сил махал лапами и прыгал вокруг него Пока медведь наконец-то его заметил Субтитры добавил DimaTorzok Медведь был очень добрым Он поделился снями вкусным медом Бобренок попробовал его есть Но мед оказался слишком липкий и тягучий Медведь раз хохотался Нями, ты такой смешной Похоже, мед совсем не дарит обряд Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Нями стало немного страшно такой высоты Дятел попытался успокоить его И предложил отведать личинок и гусениц Но бобренку стало еще страшнее такого угощения Личинки и гусеницы это точно не еда для бобрят Днями даже подпрыгнул от неожиданности Деньми даже подпрыгнул от неожиданности Медведь Деньми даже подпрыгнул от неожиданности Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует... И он кубарем слетел с дерева, но няме повезло, он попал в паутину, запутался в ней, и это спасло его от сильного падения на землю. Продолжение следует... Под землей жил Крот. Когда няме до него добрался, тот уже был довольно сильно голоден. Крот немного покопался в земле и вырыл для няме несколько червей. Червячки и бобренку тоже не понравились. Тут нигде нет еды для бобрят. Няме уже готов был расплакаться от досады. Субтитры создавал DimaTorzok Следующей няме встретилась лиса. Она как раз собиралась пообедать, и няме этому очень обрадовался. Ведь он был так голоден. Но, увы, он не знал, что любимые лакомства лисы как раз маленькие бобрята. «Няме, ты такой грязный! Я не могу есть тебя в таком виде! Давай-ка мы тебя сначала почистим!» Сказала лиса. «Няме, ты такой грязный!» Когда лиса уже хотела проглотить няме, появилась маленькая рыбка. Это была та самая рыбка, которую бобренок недавно спас. Рыбка начала брызгать водой в лесу. Холодная вода попала ей прямо на морду. От неожиданности лиса подскочила и выронила бобренка. Ура! Няме спасен! Вот, вот, ини, ах, ини... Ах, вот, ини, ах, ини. Прык! 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 «Нет, обед у лисы уж точно не подходит для баборят», — возмутился Нями. Он поблагодарил свою подругу Рыбку и счастливый поплыл домой к маме. Когда Нями наконец добрался до дома, он радостно воскликнул. «Мамочка, я видел, что едят другие звери!» Угадай, о ком Нями рассказывает сейчас маме. «А, да, да!» Субтитры сделал DimaTorzok